Сегодня получил инструмент от Phenistool. Посмотрите, вот такие вот крючочки. Очень известный американский производитель. Один из элитных инструментов американских. Пользуется большой популярностью у профессиональных мастеров в Америке. Ну, своими формами интересными, поворотными рукоятками. Ну, давайте просто поближе рассмотрим, как выглядит инструмент, чтобы было понятно. Ну, во-первых, если посмотрите, ну, будет видно. Мне сразу бросился в глаза люфт у инструмента. Слышите, не знаю, или видите, очень сильный люфт у ручки, несравнимый. Достаточно приличный. Так, конечно, рукоятка удобная, у руки лежит хорошо. Вот так вот обработан, залит. Видно, что инструменты ручной работы. Сделано все вручную. Аккуратненько подогнано. Вырезано отверстие вручную ножом. Один из самых дорогих инструментов в Америке. Цена крючка больше 150 долларов. А этот крючок тоже один из самых дорогих. Ну, здесь, конечно, очень интересный загиб. Да, вот такая рукояточка. Чтобы было видно и понятно. Здесь логотипчик нанесен. Ну, и маленькое сравнение. Оно ни к чему не обязывает. Ни в коем случае не унижает ничьи достоинства. И не подчеркивает недостатки. Я просто показываю, как вариант сравнения, чтобы было понятно. Вот ручка финистула. Вот ручка АВ-тула. Качество обработки. Кнопка. Люфт, кстати, в разы меньше, нежели чем на финистуле. Теперь обработка самого прутка по кончику. Давайте посмотрим. Оба инструмента из нержавеющей стали. Вот наш инструмент. Вот инструмент финистула. Сразу посмотрите, чтобы было понятно. Обработка тоже немного разная, так скажем. Это серийный крючок наш из нержавеющей стали. И, соответственно, серийный крючок финистула. Продолжение следует... Продолжение следует...